Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Последние сотни и сотни лет я отмечала этот день одна Но теперь ко мне явился ты Приятно? Спасибо За это я не буду... Что ж... Я заранее купила сладостей всяких, как принято у людей И... Угощайся Садись за это в почетное место за столом Пообщаемся А потом каждый пойдет по своим делам Но я в любом случае очень тебе благодарна, что ты пришел А как ты узнал о моем дне рождения? А вот как... Ты ошибся дверью? А может быть... Тебя просто... Ну не знаю... Что-то приманило сюда... Тише, маленький Не видишь, мама разговаривает Что ж... Вышло такое небольшое незапланированное знакомство С моим любимцем Да, это... Котик Конечно Зовут демон Да, потому что черный Скажи, красавчик Впрочем Ты недалеко ушел Чего же ты не кушаешь? Слышу твое сердцебиение Неужели ты напуган? Да, представляю, что ты сейчас думаешь Особенно, когда видишь мою улыбку Ну я не буду никого обманывать Юлиц Да, я вампир Нет Отвечая на твои тревоги Сразу скажу, что тебя кушать я ни в коем случае не планировала Тем более, что ты у меня дорогой гость Ну да Единственный Нет На этот счет не бойся Ты в полной безопасности И... После дня... Ну Как говорят люди Дня рождения После торжества Ты просто пойдешь домой И мы с тобой никогда не увидимся больше Ну и ты не вспомнишь этот день? Нет, нет Я не боюсь, что ты обо мне кому-то расскажешь И разблочишь На самом деле это больше для тебя Потому что ты будешь потом бояться, возможно Или когда ты будешь пытаться рассказать людям Они подумают, что у тебя не все в порядке с головой А вы, люди, очень жестоко относитесь к тем С кем вы не согласны Так что... Это скорее мера защиты для тебя самого Мой дорогой гость Единственный И самый важный Нет, нет Мне от тебя ничего не нужно Мне просто приятно Что у меня на этот вечер есть собеседник А я довольно редко общаюсь Тем более с людьми Да Даже не только потому, что я редко выхожу у людей На самом деле часто Конечно, я могу выходить на свет Это все миф Наверное, просто, чтобы успокоить себя Ну, так вот На самом деле я Сама довольно редко Выхожу на диалог Но с тобой мне сразу захотелось пообщаться Я вижу по тебе, что Человек ты довольно интересный И что самое главное Ты умеешь слушать Вижу на твоем лице целую гамму эмоций Понимаешь, что Последнее, чего ты ожидал на сегодня Это Встретиться с существом Которое живет не одну сотню лет Ну, честно говоря, я довольно миролюбива Как это ни странно Нет Какой-то любопытный Нет Я не выживу без крови Однако Никто не говорил, что эта кровь должна быть человеческая Но От человеческой Гораздо больше насыщения И Такую кровь довольно просто купить Для этого мне Абсолютно не нужно Кого-то ранить И кому-то причинять боль Нет А если другие вампиры А тебе не кажется, что ты и так узнал слишком много? Ну, на этот счет, пожалуй, мы с тобой разговаривать не будем Может быть, мы просто поговорим обо мне Как тебе моя обитель? Да Конечно, это временное Я понимаю, что Выглядит Довольно бедно Все-таки Не зря Есть такой стереотип, что Вампиры богатые существа За сотни лет Уж можно найти способы Скажем Собрать Небольшое состояние Так вот Это, конечно же Не основное мое жилище Но Убранство Вполне в моем вкусе Как тебе? Хм? Семновато, говоришь? А мне кажется Что Романтично Не пахнет затхлостью? А ты думал, что я буду жить в гробу? Хм? Хм? И кровать? Да, да, она есть Вон она За дверью Которая Приоткрыта Хм? 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 Я не сплю в человеческом понимании Но я все еще могу отдыхать Чувства Когда Лежишь на чем-то мягком Теплом Распластавшись Максимально Расслабившись Не чуждо Никому Даже вампиру Хм? Хм? Не такие уж мы с тобой разные Правда? Я вижу, что Ты все меньше боишься меня Интересно, почему? Как действует Мое спокойствие И уверение В твоей безопасности? Или Сахар в пирожных Которые ты уминаешь Одно за другим Хм? 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 Не забывай запивать Я очень рада, что Тебе нравится Эти сладости С довольно хорошей кондитерской Которая располагается напротив Угу Дорогая? Хм? Для тебя мне ничего не жалко Хм? 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 Не переживай Кушай Это же Мой день рождения А значит Я угощаю Тем более Ты мой дорогой гость Хм? Хм? Да Сегодня Без свечей Хм? Хм? Это Тоже В какой-то мере Стереотип Хотя Должна признать Что Свечи мне нравятся Ну Это Просто Приятно Особенно Ароматические Свечи Правда Правда Далеко не любые Все Таки С Моим Тонким Тонким Обаянием Хм? 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 Да-да Обонянием Хм? Хм? В общем Большинство Человеческих Ароматических Свечек Эмм Буквально Воняют 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 Так Что Невыносимо Поэтому Я делаю Для себя Свечи На заказ Могу Зажечь Одну Но Думаю Что Ты Не почуешь Хочешь? Нет? Ну и ладно Кушай Кушай Наверное Тебя Вкупе Меня Души Удивляет Почему Ты Так Спокоен Сидя Здесь Со мной За одним столом Так И быть Раскрой Еще одну Тайну Которую Ты Все равно Забудешь Ну Ну Я Способна На Определенной Степени Востействовать На Человеческий Разум Ну Не только Человеческий А в принципе На Мозг Животных На Их Гормональные Системы Да В общем Да Успокоить Я Могу Даже Можно Сказать Подарить Спокойство Потому Что В данном Случае Волноваться Для Тебя Это Абсолютно Лишняя Растрата Сил Энергии Со Мною Действительно Безопасно Я Тебе Мольше Скажу Если Тебе Сейчас Грозила Какая-то Опасность Я Бо Никого К Тебе Не Подпустила Нет Нет Необязательно Убивать Ну Чего Ты Сразу Думаешь Про Что-то Такое Плохое Нет Я Просто Не Дам Никому Навредить Тебе На этот Вечер Я Твой Хранитель Покоя И Порядка Но Все же Не Могу Не Признать Я Все же Вампир Что Пахнет От тебя Просто Превосходное Я бы даже Сказала Сладкое Хотя Кажется Вначале Я это Уже Говорила Это Сигнализирует О том Что У Тебя Хорошая Наследственность И Что Ты По крайней Мере Успешно Стараешься Вести Здоровый Образ Жизни Хотя Думаю Что Тебе Стоит Чуть Побольше Двигаться Потому Что По Запаху Я Могу Определить Не Только Такие Очевидные Вещи Как Группу Крови Вот Ценой Твое Физическое Состояние Оно У тебя Конечно Хорошее Но Физическая Активность Практически Никому Не вредит А Если Человек Здоров То Только На пользу Если Не Послушаешь Будешь Бегать От вампира По Вечерам Хе Хе Ну Конечно Это Шутка Видел бы ты Своё лицо Хе Хе Нет Нет Человечек Я Не Голодна И Кстати Надеюсь Тебя Не Обижаюсь Что Я Пренебрегаю Правилами Приличия И Этикета Не Называя Своего Имени И Не Спрашивая Твоего Я Не хочу Называть Своё имя И Было бы Некультурно Спрашивать Твоё Пока А я Не Хочу Называть Своего Согласен Тем Более Это Наша Первая Единственная И Последняя Встреча Для Для тебя К сожалению Или к счастью Ну Знаешь Я не обижусь Если Ты Посчитаешь Что Ну Что тебе Не понравилось Или что Может быть Я тебя напугала Я Привыкла Внушать Ужас Без собственного На то Желания Людей Всегда Пугают Те Кто Сильнее Ну А я Явно Сильнее Возможно Такая У этого Цена И Такая Цена Долгой Жизни Почему Долгой В этом мире Почти Все Так Или Иначе Смертно Просто Понимание У нас С людьми В этом Разное Да И Прямо Скажем Механизмы Смерти Тоже Разные Люди Сказали Что Я и сейчас Мертва Но Посмотри На меня Разве Разве Я мертвой Разве У меня Белая Кожа Трудный Запах Может быть Даже Трудные Пятна И Какие-то Признаки Разложения Может Может Я Лежу Недвижимо В гробу С Закрытыми Глазами Нет Нет Вот Именно Что Нет Так Что А Я считаю Что Я Живее Всех Живых Просто Не По Людским Критериям А Кажется Ты уже Наелся Мой Человечек Вижу Что Когда Ты Прекратил Кушать Твой Страх Начал Возвращаться Конечно Я Хотела бы Провести С тобой Побольше Времени Но Я Ни в коем случае Не хочу Нервировать Моего Дорогого Костя И Отнимать У него Драгоценные Минуты Его Человеческой Жизни Так что Вынуждена Откланяться Прощай Человечек Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...